Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отсутствуют только признаки взлома входной двери Ответили в полицию Девушка признала, что родители часто ее рыгали за то, что она немного неаккуратна Однако она и пануть не могла, что мать примет беспорядок дома за следы ограбления Прикинь, у нас люди так не в каждой квартире происходит, а у них всего ограбление У нас у каждой блондинки так бывает Не, ну прикинь, это она разыскивала свой купальник и перевернула весь дом вверх дном Это отчеток, где еще ее искала Как они сказали, мебель была, все шкафы выброшены Прикинь, вся комната такая, завалы такие, Сталинград там Да вообще, все шкафы были выброшены Если даже полицейские приняли, что это ограбление Это, наверное, так постараться, что... И, наверное, как всегда, короче, этот купальник был на самом видном месте Просто немцы... На ней? Да, на ней он был, она его искала Не, ну надо же было так И тут ее архитивно называют, немного неаккуратно Интересно, когда она много неаккуратна, это что бывает? Весь дом по кирпичикам раскладывали Ну, тогда дед просто уже к соседям еще переходит искать Не только у себя Да, у нее просто дед был этим В войсках СС служил, короче Там же тоже у них немного неаккуратность была во время войны и все Она... Не, ну как это можно было? Мебель, я про понял Вот так вот А тут еще в Лондоне была такая ситуация Скоттеры это люди, которые незаконно селяются в дома Ну, в квартиру, ну, прикинь, у тебя заселятся Круче, нелегально заселенная местность это скот Скоттеры захватили лондонский особняк стоимостью 6 миллионов фунтов В Лондоне около десятка молодых людей незаконно заселились в особняк стоимостью 6 миллионов фунтов Скоттеры, называющие себя группой, да? Да Отказываются покидать здание Теперь 30 с лишним комнат этого 6-этажного здания Заполнены спальными мешками, матрасами, одеждой и неоконченными картинами У нас художники попали Да, да Мне это просто группа, она вдохновилась песней Максим Мой ответ, да! Мой ответ, да! Вот они и все Новые жильцы самостоятельно подключили воду и электричество, уверяя, что они собираются оплачивать все коммунальные счета Хорошо устроились, ничего вам нельзя сказать больше Ну что, 6 миллионов в том И, кстати, по британским законам, такое незаконное селение рассматривается как не уголовное преступление, а административное У нас сейчас все бомжи съедутся в Лондон, короче, там будут заселять квоты, но толки сдавать-то и назовут себя не знаю как там Как они себя назовут? Нет Партия нет? Партия нет Кстати, тут вот еще написано, что жильцы этого дома через полицию не могут выгнать Ну как выгнать? Ну... Выпроводить этих незаконно смутившихся людей, так как это считается административным наказанием, а не уголовным Ну теперь мы переходим к новостям нашего чудеснейшего города Катеринь Итак, первая новость На улице Шмидта провалилась крыша Кировская строительная компания делает временную крышу, а глава города обещал переселить жильцов в дом на улице Дениса Белых Который, правда, пока еще не достроен 6 марта на улице Шмидта 11 под тяжестью мартовского снега рухнула крыша Она в буквальном смысле этого слова разъехалась в разные стороны И как мы видим, в этом доме будут жить дети улицы Шмидта Смотри, какой он... Блин, как здесь жильцов? С 2009-го строят его и все еще не могут достроить А как их тогда отсюда переселять? Раньше была еще одна стройка, ее разобрали, начали снова устроить и достроили до того же места, до какого она была В общем, просто, чтобы она не разваливалась, просто... Обновили, да И вот их теперь переселят сюда А как смысл переселять-то? Не зря он тут какой-то Александр Васильевич сказал, что не хочет переезжать, что он дурак, ехать в дом Да какая разница, тут крыши нету, тут крыши нету Ну тут-то хотя бы окна есть, а тут даже окон нету А тут рядом еще одна новость Открылся новый мясной павильон В нем не гуляют, как раньше бродячие собаки Значит, на прошлой неделе на рынке открылась новая мясная лавка Старые привычным делом гуляли бездомные псы Обхаживают один прилавок Ну вот я помню, мы раньше с папой ходили, без палива так мясо скидывали им, чтобы они ели А тут и полакомиться им нельзя Они не гуляют так раньше, они лежат на прилавках Это, наверное, открылся новый мясной павильон Здесь работают эти, как их, работники по отлову псов бродячих и фанаты Спартака, короче Эти, чё там, Спартаки, они чё, фанаты Спартака, они мясо рубят, а эти собак отлавливают А потом нас кормят этим Да, вот такая вот новость Что у нас ещё есть? Ну давай, это смотрите Про котельнич, про наш любимый домовой город А, вот, кстати Есть бронзок Котельничанин Павел Лагитов стал бронзовым призёром Кубка мира по зимнему полеатлоны С 10 по 14 марта в эстонском городе Тарту проходил Кубок мира по зимнему полеатлоны В котором принимали участие более ста полеатлонистов со всего мира И тут целая статья, ну, об этом Как он съездил, как он провёл там свой кубок Да, тут газета поздравляет его Заслуженная награда и желает ему новых побед в спорте Ну, я думаю, мы к нему присоединимся и тоже поздравляем Ведь как-никак из какого-то котельничья на Кубке мне развивал третье место И уже, кстати, третий раз подряд он ездит и занимает третье место Ну, как вот так, ну, всё-таки почётно третье место Павел Лагитов Так, ну и мы так плавно переходим к рубрике о спорте Ну, всё, начнём с вчерашнего позора Да, вчера был футбол И целый, целый матч сборной России катала мячик по полю На квадратнометре друг другу пасы передавали Значит, 26 марта был матч сборной России против сборной Армении И, как мы видим, результат... В Ереване играли Да, в Ереване играли Результат не удовлетворил болельщиков Так, мягко говоря, не... Ну, армянских, там, может, удовлетворил Ну, как никак, блин Я удивился Я думаю, попали сначала в ЮАР На чемпионат мира Там, думаю, ооооо, армяне такие серьёзные люди Вот, не знаю, если вы следили Точно, там болельщики играли Ку-ку-склан, ку-ку-склан Не, на самом деле Даже заметно было Кстати, в начале матча комментатор заметил Что сборная России играет На высоких скоростях В отличии с матчем с Ираном Там были просто сверхскорости В отличии с Ираном Если вы смотрели этот матч То вы заметили, что Армяне бегают намного быстрее, чем наши А ведь наши попали На Европе Кубок Европы, что там было? Евро 2008, вот они, третье место заняли А тут каких-то армянов не могли обыграть Ну это сборная России Что поделать? Мне кажется, смотри, вроде сменили тренера На дико адвокаты и как-то хуже играть стали Думаешь, зависит что-то от тренера? Или не зависит? Да, мне кажется Я знаю, что я больше переживаю Димку Булукина не вызвали Как-никак 17 голов в Чимпатии Голландии забил И не вызвали Вообще просто расстроился Кстати, заметьте У нас в команде есть Белядинов То есть Беляш Кержаков Керш Березуцкий Береза В общем, полный набор Еще Зырянов, Зырь Который Помечула даже Расстроил Ну так еще бы Он всех расстроил Армян Тому понравилось Как-никак Кстати, я сегодня читал новость Говорят, что там Русских бельщиков даже выгоняли Стадион Вот так вот Но хотя В местных жителей защищали Это все власти Ну ладно, не будем о плохом Хоть у нас сейчас и весна И это не актуально Но все-таки посмотрим Немного Что-нибудь об Хаке Продолжение следует Кто-то где Кто-то дерется Куда-то Пешает Кто просто Это танцует Вот он И тут вдруг неожиданно Они наезжают Прями в мет adulthood Сделать И на снег Продолжение следует Он просто игрока Старивает Перепутат В ходьем Theyų Нам Посмотри Я тоже прекрасная Мать Сегодня прекрасная dairy С Еще Тебия Ко мне Реклама Хм Хм И судил-то заместили тоже. Там все судьи, облики, кони, люди. И все. И только это иди я. Это домосексуалисты. Они в фамилии все в бачке. У них ведь места были. Мы переходим к опросу жителей города. В Аблизонске мы проводим социальный опрос. Можно вам задать пару вопросов? Как вы думаете, есть ли у нашего города будущее? Более. Более? А что надо для этого сделать, чтобы оно было? Ну, чтобы будущее было. Все за всех. Все за всех? А вас как зовут? Спасибо. Я вам пару вопросов. Пожалуйста. Как вы думаете, есть ли у нашего города будущее? Должно быть. А что для этого нужно сделать? Не знаю. А как относитесь к нашему молодежи? Отрицательный. А вы знаете, кто такой Дарт Вейдер? Знаю. Кто это такой? Не знаю. Объясните нам, вы же знаете. Ну, хорошо, тогда наводящий вопрос. Как вы относитесь к табачным изделиям? Курите сами, нет? Курю. И как это? Хорошо, плохо? Плохо. Плохо. А почему курите? А не знаю, сколько раз бросала. Бесполезно. Вообще, да. А вы давно живете у нас в городе? Давно. А что вы лично сделаете для будущего города? Что смогу, сделаю. Хорошо. А все-таки кто такой Дарт Вейдер? А Спайдер-мен? Не знаю. Я не интересуюсь. А Спайдер-мен путет мир? Можно. Можно? Спайдер-мен, опишите, как вы думаете, супергерой. Как по вашему мнению, кто такой супергерой? Ой, не знаю. Поступись от меня. Как вы думаете, будет ли у нашего города будущее? Вот еще только с ящиками фотографии. Иди-ка. А как вы относитесь к реформе в правоохранительных органах? Не знаю. Пока правда не знаю. Ну вот говорят, что сокращенно гаишников будут называть пидрами. Ничего я про них говорить не буду. И как вам нравится наше положение сейчас экономическое? А что для этого нужно сделать? То, чтобы выжилось и хорошо? Никому лучше нет, не будет. А кому же все равно надо просто взять в свои руки, подконтроль всю ситуацию? Конечно, надо в свои руки взять. Это за тебя. Ну, давайте сейчас. Да, сначала навеси порядок, чтобы все делать в сфере. Так, а еще? Есть педельничь, засрань. Да вообще не говорите-ка. А как вы относитесь сейчас к молодежи, как она себя ведет? Безобраться. Не цензурно, брань, курят, бьют ужас просто вообще. Это не то слово. Это не те слова. Я себе прибираюсь, вот коробки разрывания стоят, и пожалуйста, что угодно могут сделать. И вот рядом туалет, и я-то им все, до лампочки. Все. Это разве нормально? Нет, конечно. Вот мы и боремся с этим. Это просто ужас. И бесполезно. Я вот уже стою с ножом, говорю, сейчас все на свете отрешу. У меня уже слоник бы так. Честно, слово взрослый человек. У меня два сына. И меня не один бы сын так и стал. Как и надо делать все. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Мы посмотрим специальный выпуск, сюжет про ФОК, наш котельнический физкультурно-оздоровительный комплекс. Вот. Нашему физкультурно-оздоровительному комплексу уже целый год, и до сих пор протекает крыша, и растут вот такие сосули. Именно так готовят спортсменов в нашем городе. Им нет помех. Это тряпки на полу, протекающая крыша. Все условия для того, чтобы играть очень хорошо в баскетбол. Не клюет, зараза. Ерстин, а ты что хотела найти в тряпках? Ну что хотела поймать? Счастье я там хотела поймать. Не, ну на самом деле там хлюпала больно сильно. Все-таки надежда была, что там что-то... Там сухо, что там сухо, была надежда у меня. А там, как всегда, карасики плавают. Заметьте, вот при входе на ФОК, там сразу написано, осторожно, скользкий пол. Это то есть еще не успели зайти люди в ФОК, как сразу предупреждают, что в зале скользкий пол. Ну да. Что крыша даже летом проникает, когда дождя нет. Там специально льют. Чтобы ни объявлений, ни снимай зря, скольча нету на специальный лить. А тряпки это где городские лежат? Да. У них перемещаться выгодно были. По скользкому полу. Ну это вопрос, добежит и оп, дальше проехал. А, это нет. У нас просто давно стоит острый вопрос о бассейне. Зачем строить? Сейчас, давай заполнится там метровок. Да, да. И все нормально. И все нормально. И все, и бассейн есть, что, господи. А тряпки тогда для чего? Ну тряпки это все-таки, что работа-то ведется. По бассейну работа берется. Да. Да. Там по себе заполняется. И нормально. Ну там если дыря образуется, затычку сделаю и все тряпки. Ну там будут тряпки-то как раз вниз. Если дыря образуется, куда-то боссы, как оп, все закнет. Да. И нормально будет. И нормально. И там как раз на втором этаже есть такая качалка. Покачался, оп, оп. И закладывай, и оп, и давай плавай. А если кто-то плавит не умеет? Ну все. Ну все. Там еще можно так рыб запустить аквариум. И с курсом можно бесплатно проводить? Нет, там видишь такая сетка, кольцо висит. Там между сеточек рыбы. Это наши в аквариуме всякие кораллы обычно ставят. Там нужно скругольное кольцо ввод. И нормально будет. Ни у кого такого аквариума нет. Да, и еще поставят там охранника или кто-то выдает эти. Нептун вот снизу, снизу, снизу. Да, только в этом. Вот он был поскорил. Или этот. Пу. Пу. Вот так вот, посмотрел, как в акваланге кто-нибудь. Ну еще был вариант раньше. Вот там напротив фока есть такое, как бы, ну водоем, так называем. Вот там дорожки поставить, вот и до сей. Ну да. Ну там тину разогнать, бутылочки всякие убрать там, мусор достать, трупов еще найти там всяких, убрать. Ну вообще отлично будет. Чем не рекреационная зона. Ну а теперь мы переходим к нашей следующей рубрике. Так. Так, вот интересные факты, какие были. Если вам 100 лет, то с 80% вероятностью можно сказать, что вы женщина. Отлично. Слышишь, оператор тура, женщина. Но зато мужчина упадает по удар молнии в 6 раз чаще, чем женщина. Не повезло вам, я скажу. Ну поэтому и не живем. Учили же вас в школе, если встаешь под дерево, не трогай его руками, не тянутся к стволу, блин. Ну поэтому и не живем мы более 100 лет. Так, давай дальше. Так. Даже Антарктида имеет свой телефонный код. СОС. СОС. Такой вот телефонный код у них. СОС. Так. Ладно, давай дальше, че еще? Так, в Windows невозможно создать папку с именами Парне, Юкс, Нул, Ком1, Ком2 и Кон. Чем же интересно, не понравились Билл Гейтсу эти названия? Ну, Кон это говорят, что у него прозвище такое было, типа там, Ботан. Парне не знаю, че. Вот, понимай, ёпарне, а то че, парне просто, парне, как парне. Ну, парне не понравилось им. А, давай дальше. Так, еще был тут случай. Японские солдаты в боях у озера Хасан щедро осыпали наши танки обыкновенными пулями, рассчитывая пробить их. Дело в том, что японских солдат уверяли якобы танки в СССР панерные. Отлично. Кто-то какой-то японец спустил удалось. В результате наши танки возвращались в боя боли блестящими. До такой степени они были покрыты слоем свинца от пуль. Которые плавились при ударе броню. Впрочем, броне это не принесло никакого вреда. Хорошо прочитает Кристина. Так, ну вот такая вот. Японцы танки фанерные. Они просто по себе судят это и все. Независимо от толщины и размера ни один лист бумаги не может быть свернут более чем 8 раз. Так, проверим. Проверим. Свернут. Так, 8 раз. Так, 8 раз. В смысле 8 раз? Это вот просто так вот сгибается или она вот так вот скручивается? Ни один лист бумаги не может быть свернут более чем 8 раз. Ну давай, сворачивай. То есть я так же сворачиваю, да? Ну вот он раз, свернулся, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, подожди, не так должен сворачиваться. Подожди. Вот он раз, свернул. Потом два, сворачиваешь. Понял, я понял, 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 понял. Точно, точно. А тут даже 8-то не свернуть. А если, вот, мы пойдем по такому просто. А если взять большое ватно? А если вообще ничего не делай? В общем, по-моему, это реально, что более 8 раз не ломалось свернуть эту бумагу. Так, вот, ну, читаем дальше. Да, 27 марта 1841 года была опробована первая паровая пожарная машина. Изобретение было 14 футов длиной. Весила около 8 тонн. И требовала двух лошадей, чтобы его сдвинуть с места. Ну, прикинь, такая махина поедет. И этим еще умудрялись тушить пожары. Паровая пожарная машина. Тут есть пожар, приезжают к пожару. Да, пока доедет, уже все сгорит. Всемирный день театра. Сегодня. Надо справить, не проживем вообще. Сегодня, кстати, у нас в городе проходила. Да. Театральная весна. Вот. Ну, так она, так прошла у нас. Так прошла, говорят, ну, почти нет. Мы не смогли на нее следить. Мы очень разочарованы, да. Нам осталось билетов. Сказали, что все билеты разобрали. Ну, часть видео, думаю, посмотрим сейчас. Давай. Денис, вы хотите, чтобы я наколдовала вам папу? Да. Это очень сложно. Но может. Тушные приманки. Что любят ваши папы? Папа любит рада. Быстрее, на машинах, на ветры. Есть огромная поддеска. А моя мама, моя мама говорила, что папа любит валяться на диване. Так, также сегодня день внутренних войск МВД России. Поздравляем все внутренние войска. Так, день работников бытового обслуживания населения жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Вот это-то надо по-любому справить. Да, надо справить, все. Нет, нет, оставим. Вдруг еще что-нибудь будет. А то у нас и так немного воды. Давай, а что тут еще-то у нас есть? Смотри-ка. Именины отмечают Михаил Ростислав. И сегодня день рождения у самого известного актера. Певца. Никита Джигурда. Надо выпить все. Давай. За Никитку-то надо. Помнишь, как он на этом? Где там последний герой-то был? Так, по чуть-чуть. Помнишь там, Никита Джигурда вроде такой взрослый мужик это, с поставленным голосом. И на острове дня-то не прожил что-то, на дождь это. Мне не надо, мне много не надо. Что, я одна пить-то буду, что ли? Давай, Никита. Никита, из котельнича тебе. Привет передаем. Пой так же хорошо, как ты поешь. Ну все, давай, из-за тебя. Так, что у нас еще там? Кого день рождения есть? Для тебя каждый день праздник, нет? Праздник нам приходит с кока-колой вместе. Ладно, давай еще что-то. Кстати, да. Сегодня, точнее, в 1196 году родился Святослав Третий Всеволодович. Это тоже нельзя пропустить. Ни в коем случае. Так что, давай. И не отказывайся. Ибо никак нельзя, это же Святослав Третий. Ты что? Всеволодович. Всеволодович. Все, все, давай. А что, больше есть ни у кого дня-то рождения? Не, ну, Зак, вообще ненормально. Ты зачем? Ладно. Ну, в общем-то, что? Все, они уже все. Джигурду поздравили. Это самое главное было. Теперь у нас есть свои связи в Москве, где он там поет песни. На Таганковск. Да. В Переходе. Завтра, кстати, вот, 28 марта, день сотрудников, день органов национальной безопасности Азербайджана. Вот тут уж точно нельзя отказываться. Вот вообще никак. Ты же, прикинь, Азербайджан, это же вообще... Помнишь, как мы... Мы же здесь без... Да, играми надо быть. Надо быть. Все. Указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 23 марта 1997 года 28 марта отмечается профессиональный праздник День сотрудников органов национальной безопасности Азербайджанской республики. То есть, в 97 году он просто ему нужен был выходной 28 марта. И он все. Все. Решил. Мужик. На. Надо заезербайджанцев. Перестим. Ну, потом... Ладно. Это вода обычная. Понимаешь? Я знаю, и что попить-то можно все равно. Все. А сейчас, наверное, у нас самая такая интересная рубрика будет... Как говорится... Опыты у Владимира. Короче, от Володьки. Володька вам там. Володька вам там все сделает. Мы перемещаемся в нашу студию. К Володьке. Здравствуйте. С вами Брикоэксперименты. И сегодня мы проводим опыты с водой в стакане. Для опыта нам понадобится вода, зажигалка и картонка. Итак, начнем. Первоначально нагреваем воздух над водой с помощью зажигалки в течение нескольких секунд. Затем быстро закрываем горлошко стаканом. картонкой и переворачиваем. Как видим, вода под действием сил воздуха, находящейся над ней, удерживалась, и картонка остается на месте. Благодарю за внимание. С вами была рубрика эксперименты. Итак, закончится наш первый выпуск, как говорится, первого блинкома. А ты, Артемка, давай, иди в армию, красть траву, шишки выкладывай, а я пойду домой. Субтитры сделал DimaTorzok